Вариант, что у меня нет детей Она, короче, оторвалась Наполовину И я стою посреди дороги Где нет даже магазина Всем привет! Ходили сейчас с Вероникой Что-то я забыла поснимать даже В общем, в магазин ходили в детский Смотрели ей на весну Какие-нибудь утепленные штанишки Какие легкие Чтобы, в общем, они были и теплые, и красивые И чтобы Мы вчера померили куртку Вроде еще нормальная куртка, слава богу Черная Вот, так что К этой куртке надо теплые штаны Потому что если сейчас Будет уже плюсовая температура То ей жарко в ее комбинезоне Он очень теплый И мы, соответственно Хотели переодеться в куртку А никаких ни штанов, ни брюк Ничего теплого То есть снизу нет И ей продувает Ей холодно Она так не хочет ходить Хотя я и купила теплые джинсы на флисе Вот Но джинсы на флисе Они все равно На еще более теплую погоду Маленько Когда Совсем такая потеплее будет Весна Вот А сейчас такой промежуточный вариант Что Ничего такого нет Одеть В общем, мы пошли в магазин Но там вообще выбора нет И все какое-то такое Ну, стандартная детская одежда Такая детская прям Она не хочет такую детскую одежду Хочет что-нибудь помоднее Чтобы это смотрелось Как-то по-другому Вот В общем Вывод один Снова мы будем смотреть На Валбересе Такие дела В общем, что я вам, ребята Хотела еще показать Мы купили у Вероники Вот такие штаны Как всегда на Валбересе Потому что у нас в магазинах Почти не продают Вот такого плана Чтоб они уже были посовременней Такие немного В общем, выглядят они уже Совсем по-другому Да, как взрослые Вот И они уже без лямок идут Такие прям штанишки Очень удобные И у них средняя такая толщина То есть они не совсем тонкие И влагозащитные Ветрозащитные В общем, не сильно продувает Вот Очень удобные Прикольно смотрятся Как раз с ее черной курткой Классно смотрятся Вот так вот до школы дойти Потому что переменная погода сейчас И просто уже в джинсах ходить Иногда холодно То, что продувает А в этих вот самый раз до школы идти Поэтому вот такие штанишки Все-таки нашли В магазинах таких не нашли Вот У нас, конечно, были вот такие еще штаны Сейчас покажу Вот У нас были вот такие штаны Знаете, вот обычные Стандартные Тоже они весенние Тут на лямках В принципе, нормальные штаны Но Веронике они не нравятся Она не захотела их носить И тут потом я уже увидела Что тут еще и дырочка есть Поэтому тем более мы их носить не будем Не знаю Я все их оставляла Думала, может быть, тогда на даче Где-то она их будет одевать Но, в принципе, мы не ездим Не знаю Просто Либо кому-нибудь надо отдать Поэтому в школу мы, конечно, купили вот такие Так что Валберес, как всегда, выручает Но Вы знаете, какая история На Валбересе сейчас У них какие-то перемены И они Теперь не дают возможности Знаете, как раньше Вот заказывали несколько размеров Несколько вещей Вот я, например, заказала такой размер Потом другой Другой, другой Это, естественно, без оплаты И когда я померю Когда я посмотрю все Когда мне уже все нравится Я оплачиваю товар И забираю Это очень удобно Потому что можно примерить Разные куртки Разные штаны По размеру разные Подобрать И уже на месте выбирать То есть ты заказываешь без оплаты А сейчас Нельзя так сделать Они что-то поменяли И у них теперь только за оплату И получается Ты каждый товар должен оплачивать Это очень удобно И вообще странно Зачем они так сделали Потому что я закажу Например, одни штаны Я оплачу тысячу Там полторы Потом вторые штаны Я оплачу еще полторы И потом только Оформляешь возврат Какой-то бред сделали Я не знаю Как Может быть я что-то не понимаю Может я не вижу Где-то какую-то галочку Надо поставить У меня раньше У меня раньше всегда стояла При получении оплаты Сейчас ее нет Этой строки Поэтому Вот эти штаны Я еще успела заказать Так А вот Остальное Я сейчас смотрю Вообще нельзя ничего заказать Без Предварительной оплаты Очень странно Зачем Валберес так сделал Пишите в комментариях Если вы знаете Какой-то секрет Как сделать Чтобы снова Можно было заказывать Просто Вот Несколько вещей Без оплаты И потом при получении Оплачивать Может я что-то не знаю Такая история Моя голубя Это пузырца На дверь В общем Всем привет У нас суббота И у нас Дополнение К днему рождения Да? Приехали Мы в игровую Вот Но пока Болтаемся Просто смотрим Что-нибудь Я на слабой Что? Шорты? Внук Ну да Ну да В общем Ходим Бродим Сейчас пойдем В игровую Ух Вот это да Ну че? Как тебе? Страшно? Страшно? Че это такое? За А там что-то играют Они лопают кого-то Где ты там? Где ты там? Я хочу Давай Всем привет Воскресенье Вероника у нас уже в весеннем переоделась В общем Ботинки слетают Вообще неудобно Все непривычно ей Сегодня прям тепло Так что-то вообще все тает Я тоже одела Свой пуховик полегче Но У меня теперь не подходит сумка У меня теперь нет сумки У меня катастрофа У мамы Одна за другой проблема Что ж такое? У меня вот эти ботинки Они с меня вот так слетают Потому что надо затянуть Эти веревки Шнурки Господи Да хватит Пошли У нас короче сегодня Идем с вокалом У нас что-то настроение поднялось Я же дослушаю Смеюсь Не могу Я тоже Что-то идем Всякую чушь Собираем И ржем Как поняла Остановиться не может Она балет танцует Я билет Прошу на балет Балет Это Покажите мне билет На балет Он еще про кино Говорил Но почему-то у меня На концерт У мамы балет У мамы Это Да я скажу У мамы все кроме кино Собровозил одну кучу Вот это мы просмеялись Если честно Лев Ой Слезы уже пошли Мама, слезы потекли Она плавает Сейчас всю дорогу Идем смеемся Я не могу Что-то у нас это Кислорода хапнули И нам смешно теперь Мам, мне холодно А что тебе холодно? Она тут сегодня Принарядилась А у нас снег пошел Зима настала Мама Мама Ты издевайся Я бы в погоду Ладно, пошли домой Мне уже холодно Этот понедельник Человек этот Человек понедельник Этот человек на каникулах Так балдеет Деловая колбаса Ой, ладно Пошли мы домой О, просмеялись Куртка задирается Всем доброго утра Я здесь не работаю Погналите я Как видите Я же переоделась Тут весеннее С Вероникой И что? И настал холод Закон подлости Сейчас и тут Такое ветрище Холодное Морозное Я уже тут Ну, все таяло Я уже вообще Без перчаток одела А тут снова сегодня Такой мороз Прямо ледяной ветер Какой-то руки мерзнут Я такая Вот это я оделась полегче Что холодно не стало Вот А вчера у нас же Мы дальше Как пришли с вокала Смеялись, смеялись И в итоге И в итоге Произошла такая трагедия Что мы побежали Быстрее домой Вероника В общем Упала Ударилась И У нее была истерика Она такая Мама, побежали Быстрее домой Резет Сквозь слезы бежит Я испугала Вон, господь Пять минут назад Мы шли Как-то она подскользнула Короче Скрыла шмя Так упала Мы все расперешивались Еще недавно Мы не будем сидеть Конечно Там 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 Немножься 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 Просто Конечно Поваливает Вот Она поплакала До того момента Ровно Пока Ей не позвонила Подружка Позвонила подружка Что она одна Дома сидит Давай поболтаем Все У них началось веселье Передевашки И все Такое Все Сразу забыла Что она Пять минут назад В горе была Ревела Сидела Вот Так что У нас Да Смеялись Смеялись И Насмеялись Потом Резко Покладали Короче Во всем Вывод один Во всем Должен быть Баланс Чуть Смеха Чуть Слез Все Должно Быть В равновесии Ой Такая погода Сегодня классно Такой солнце Чтобы Нашли эти Несколько дней Было Пасмурно Такая снег Шла Все Такое Серое Такое Солнце Классное Люблю Такую погоду Когда мороз И солнце День Чудесный Ладно Пошла И работать Ребятки Смотрите Что произошло У нас Посмотрите Что с пакетом Чест Просто Представляете На два Два часа Где-то Оно полежало Просто Вот здесь На столе Допустим В обычной Температуре У меня даже Окно открыто Ну Чтоб не сильно Замораживать Его Я так и думаю Пускай маленько Размягчится Чтоб его Удобно было Раскатывать Сосиски Сейчас будем Делать с Вероникой А ну Представляете Смотрите Что надулось Смотрите Оно такое Смешное стало Я первый раз Если честно У меня так никогда Не надувалось Я видимо Забыла Что нужно Открыть его Сейчас будет Кажись взрыв Так Ну что Оно просто Все поднялось Я забыла Что это Дрожжевое Тесто Я взяла Обычно Без дрожжевое Беру Так у меня Такого не происходит Я не забыла Совсем Теперь у меня Тут не две пластины А просто кусок Теста Да Сейчас Как вот это Все разделять В общем Ладно Вероника Там уже Сосисками Занимается У меня уже Три стески Есть Нормально Так Начинаем Жарить Парить Ну что Напекли мы тут Пирогов Вот я еще Себе там Филе запекаю Видим Вот Всем приятного аппетита Кто Кушает Короче Ребят Мы тут сидим Значит Разбираемся С ручкой 3D Она так хотела Там сделать Какие-нибудь Очки Себе Туда-сюда Мы тут Подсоединились Все Включили Вроде Более-менее Разобрались Вот я тут Даже пытаюсь Что-то сделать Но как оказалось Тут все Вот у меня Видите Руки-крюки И получается Что у меня Все съезжает И плюс Здесь вообще Они кудрявые Получились У меня очки Я не знаю Как ими можно Ровно что-то делать Надо прям Прижимать Прям Как-то это Чуть помедленнее Делаешь Он сразу Вот такие штуки Делает Побыстрее Он съезжает В общем Очень сложно Оказалось Я думала Там просто Все делать А это Как-то Не сложное Дело В общем Мы тут Смеемся Сиреник Что Я еще Тот Изобретатель Походу Мама Кстати Она быстро Сухнет Вот Она уже Все Не горячая Даже я Вот могу Взять Ну это Да Уже Все Как пластик Да Это было Смешно Сейчас Ладно Продолжим Давай Дальше А включать Ты ее Как бы Только А что Она вот так Соскальзывает Или Что Не помню Мама Укричай Ё-моё Очечи Успокойте Его Пожалуйста Блин Короче Я С этим Делом Вообще Не могу Продружиться Кривые Очечи Кому Нужны Такие Пишите В Коментарии У нас Это Продажа Стильных Очков Будет Мы вам С мастерем Подарим Хорошо Ну давай Ручки Не крючки У меня Вон Очечки Какие Получились Давай Посмотрим Что у тебя Дождите Я тут Немножечко Обожгу Давай Посмотрим Что у тебя Получится Ну ты дальше Веди Веди Не клеится Как будто На эту штуку Достай Очень Прекрасные Очки На эту бумажку Как-то Не приклеивается Да Скальзывает Сейчас Пробуем На эту Мама Еще Прекраснете Прекраснете У меня Хоть так Получилось Что за Кобочки Мама Что ты делаешь Что у тебя Получалось У меня Ты говоришь Не получалось Вообще Ничего А что Как-то Как-то Сложно Да Ты что Включаешь Не нажимай Не берите Мы Мы тут Все На Приключениях У меня Тут Представляете Я Иду С Работы Так Как Я Ну Все Рано Хожу Вот И Я Запнулась Я Шла Шла Я Снег Запнулась Представляете И у меня Оторвался Ботинок То есть у меня Прям Подошва Она Вот так Знаете Крокодильчик Ням Ням Она Она Короче Оторвалась Наполовину И я Стою Посреди Дороги Где нет Даже Магазина Ну То есть До магазина Надо еще И идти Прилично Вот Либо Я такая Понимаю Что расстояние До магазина Больше Чем расстояние До Остановки Думаю Пойду Хотя бы На остановку Доеду Там До последнего Магазина Чтобы Хотя бы Так Не идти Вот Еле Еле Там Зашла Пустую Маршрутку Потому Что Думаю Если будет Полная То Они Мне Точно Наступят И Я Вообще Побегу В носках Я Короче Добежала Хорошо До Магазина Мне Хватило Того Что У меня Хотя Бо Наполовину Это Было Все Я Не знаю Лужи Я Еле Там Обходила Это Все В общем Я Забежала Купила Клей И От Того Что Я Торопилась Я Просто Схватила Клей Вот Увидела Маленький Клей Такой Супер Клей Думаю Хотя До Дома Чтобы Доехать Я Схватила Купила Побежала Короче Там В общественный Туалет Чтобы Меня Хотя Не Видели Я Не буду Разуваться Там Или Посреди Магазина Клеить Это Все В общем Я Забежала В туалет Приклеила Подошву Иду И Она Тут же Отваливается Представляете Супер Клей Это Да Е Мое Ну А на улице Как бы Лужи На улице Снег На улице Ну Слякоть Такая И Соответственно Если я Пойду Даже Хотя бы С малейшей Вот этой Неприклеенной Подошвы То есть Наполовину У меня Приклеилась Наполовину Не приклеилась То она В любом Случа Оторвется Так же Посреди Дороги И еще Будет Хуже Все Будет Мокрое Я так Думаю Так Хорошо Что это Было Все В одном Магазине Я Пошла Снова Еще раз За охотно Меня Все посмотрели Типа Что Я только Что Выходила Может Они Не заметили Но охрана Заметила Что я Только Что Заходила Он Там Стоял И Я Снова Еще Раз Иду Я Захожу В магазин Уже Не просто Хватаю Клей А уже Читаю Что это Супер Клей Подороже Потому что Я цену Даже Не посмотрела Оказывается Это был Самый Дешевый Клей 30 Рублей И он Очень Плохо Клеил Почти Не клеил Ничего Я Взяла Чуть Подороже Пошла Он Приклеился Ботинок Вот Потому что У меня И второй Начал Отходить И первый Понимаете То есть Я вообще Могла Реально В носках Там Мы Приехать Я Приклеила Подошву Постояла 5 минут Подождала Чтобы Посмотреть Что Хотя бы Схватился Клей Потому что Если Я по лужам Пойду И сырой Будет Клей То Явно Он Отвалится Опять Я Подождала Вроде Он Приклеился И только Тогда Я пошла Слава Богу Все нормально Он Хорошо Так Приклеил Даже Вот Но Это Понятное Дело Что Я Как попала Приклеила Лишь Приклеился Вот И выглядит Это Уже Неносибельно Поэтому Эти ботиночки Отработали Свое Вот И хорошо Что Уже Как бы Весна Я достала Просто Свои Прошлогодние Ботинки Вспомнила Думаю Так У меня же Весенние Точно Были Ботинки Думаю Достану Весенние Потому что Как бы я пошла Это Пришлось бы Наверное Ехать Куда-то Покупать Что-то Или что Опять же Так Когда ты Не планируешь Покупать Именно сегодня Ботинки Это Как бы Это Очень сложно В голове Все Сложить Вот Ну Понятное Дело Что Если бы У меня Не оказалось Осенних Ботинок Дома То Мне пришлось Бы это Сделать Либо Одевать Кроссовки С Пуховиком Нет Ну По-любому Я бы Купила Тогда Себе Другую Обувь Вот Ну Вот У меня Тоже Приключения На Приключениях То одно То другое То еще Что-нибудь Ой Такие дела Ну А на этом Все И до новых Встреч Новых Видео Ждите Наших Приключений Дальше Всем пока Пока Субтитры Продолжение следует...